Больше 300 тысяч алматинцев получили социальную выплату в размере 42 500 тенге. Такие данные сегодня привел замглавы управления социального благосостояния Дальниар Аль-Кибайулы. Всего же, по его словам, на помощь от государства заявки подали более 700 тысяч жителей мегаполиса, но часть заявлений были отклонены. В чем причина, выясняла Рамина Мирзалимова. Алматинка Зарина Сартикеева мечтает открыть свою кондитерскую. Женщина воспитывает трех детей. Один из них – ребенок с ограниченными возможностями. Поэтому ему требуется особая забота. Зарина относится к категории самозанятых. Как и полагается, она оплатила единый совокупный платеж и подала заявку на получение социальной выплаты. 42 500 тенге оказали существенную поддержку семье, признается женщина. Проступили деньги. Я, конечно, была очень рада, что это все оказывается правдой. Я купила йогурт. То есть все, что необходимо, я купила. И хотелось бы выразить огромную благодарность Касымжимарту Кемелевичу. На сегодня помощь от государства ощутили больше трех миллионов казахстанцев. Всего заявки подали около 6 миллионов человек. Общая сумма пособий – больше 140 миллиардов тенге. В Алматы выплаты в период чрезвычайного положения получили свыше 300 тысяч горожан. У более чем 200 тысяч человек обращения были отклонены. Причины у всех схожи. Ошибочные данные. Словом, запросы на 42 500 еще принимаются. Об этом заявили в Управлении социального благосостояния. Личные данные неправильно указывают. На этом фоне, на входе, многие обращения, они отклоняются. Есть такая проблема, но многие сразу разъясняем, они подают повторно, потом эти платежи получаются. Фиксированной даты нет. Все, кто подал до завершения режима чрезвычайного положения, они будут получать. В Управлении напомнили, что на компенсацию от государства могут рассчитывать только те, кто действительно лишился ежемесячного дохода из-за чрезвычайного положения. Тем же, кто особо не нуждается в 42 500 тенге, но все же их получил, в Минтруда призвали добровольно вернуть деньги.